Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео из рубрики Первый взгляд. И сегодня, ребята, мы с вами посмотрим на игру под названием Motorcycle Mechanics Simulator. Короче, ребята, в этой игре мы с вами будем ремонтировать, восстанавливать, приводить в божеский вид, ну и так или иначе, в общем-то, реанимировать различного рода мотоциклы. У меня на канале был видос тоже из рубрики Первый взгляд. Мы тогда то ли на DM-ку, то ли на альфа-версию смотрели. В общем, короче, крайне урезанная версия была игры. В этот раз, ребята, мы с вами посмотрим на финалочку. Итак, нажимаем начать новую игру. Здесь нам предлагается выбрать имя игрока. По-русски нельзя написать, но благо можно по-английски, в принципе, все это выписать без каких-либо проблем. Вот, кстати, циферки не вводятся. Смотри-ка, только получаются буквы. Так, на выбор у нас имеется два режима. В нормальном режиме у нас что предусмотрено? По каждому кредиту начисляются проценты. Короче, сразу нас кидают в кредиты, я вас понял. Пропустите сюжет и начните игру с неограниченным количеством денег. А, ну типа песочечка, короче, как прям в Car Mechanic Simulator. Там тоже есть два режима, только там по-человечески, там более-менее все поделено. Ты выбираешь различные уровни сложности, либо ты сразу просто идешь в песок. Ну ладно, давайте мы выберем нормальный режим обучения. Да, я думаю, в принципе, оно нам, наверное, особо-то и не нужно, да. Ну давайте пропустим. Ладно, не будем мы проходить обучение. Мы же все-таки профессиональные автомобильные механики. Что, мы в мотоцикле, что ли, не разберемся? Ё-моё, практически то же самое, практически, за исключением некоторых вещей, да. Так, ждем загрузки. Используй колесико-мыши, ну понятненько. О, интересно, Уралы тут есть, я бы какой-нибудь Урал перебрал. О, только зашел, сразу достижение дали. Так, находимся мы в гараже. Ух ты, какая резкая мышка здесь. Слушайте, ну гараж, ой, чуть подлагивает, капец. Гараж, в принципе, такой, интересненький, я бы сказал. Также у нас, да, через правую кнопку мышки открывается то же самое меню. Ну все, в принципе, понятно, да. Сообщения, в сообщениях наверняка у нас мотоциклы. Смотрите, здесь у нас вот интересно сделано. Вот основные у нас идут квесты, да. Это побочные, все это разделено. Прямо как в кар-механике. То есть, прям вот, ну просто, просто обалденно. Итак, давайте попробуем посмотреть, что у нас по основному квесту. Ну, как бы, да, сюжет, типа, попробуем с вами пройти. А нам пишет некий Питер Пайт. Короче, да. Нам нужно что сделать? Воздушный фильтр поменять, дроссель левый заменить и правый, соответственно. Клапан подачи топлива. Поменять колодки тормозные спереди, сзади. А спереди поменять тормозной диск. Сзади, ой, и супер, соответственно, тоже. Ну и заднюю фару. Хорошо, давай попробуем. Посмотрим, что там у тебя, братан. За муту-сайкл такой. Так, окей. Все, это мы можем, в принципе, закрывать. Вот такой вот у нас, типа, аналог планшета телефона, да, сделан в кар-механике. Это у нас все как-то по-порнушному выглядит. Ну, здесь тоже у нас, обратите внимание, имеется аукцион. У нас имеется большой гараж. В общем-то, можем мы его купить, да, на 14-м уровне. Здесь наш дом, соответственно. Здесь у нас тестовый трек проходит. Здесь тоже что-то типа автодрома. Ну, а тут гаражи, точнее, сарайки и так далее и тому подобное. Но то, что есть аукцион, это прикольно. Магазин у нас здесь же имеется. Кстати, мы тут можем и на мотоциклы заодно посмотреть. Техас Райдер. Рубан Найт Чоппер у нас имеется. Панчбайк. Самый-самый простой, наверное, да. Это Шайен Роверс некий. Дальше у нас идет Дезерт Игл Рейсинг. Гизи Моторс. Спорт Рейс Моторс. То есть, как я понимаю... А, смотрите. То есть, это что-то типа производителей. И у них есть модификации, соответственно, да. Не, ну было бы круто, на самом деле, увидеть Урал. Как я понимаю, это про американский рынок, да. Все это в Америке. Наш Урал, блин, он имеет очень-очень хороший, на самом деле, успех. Какая-то резкая у нас прям мышка. Тройной комод. Версия 9. Версия 2. Я вас понял. Так, что у нас здесь имеется? Ну, в принципе, то же самое. Вот, пожалуйста, у нас режим осмотра. Все то же самое, ребят. Прям как в кармеханике. Вообще все то же самое. Абсолютно. Все, блин, то же самое. Ну, похожая, знакомая нам. Как, что делать. Только здесь. Ну, слегка неудобно сделаны, как мне это кажется. Либо я просто пока не привык. Видно, да, те элементы, которые нам необходимо заменить. В принципе, они в легком таком, я думаю, доступе. Так, давайте мы, наверное, перейдем в обычный режим. Статус мотоцикла. Ух ты, смотри. Здесь как-то поинтересненькому все это сделано. Тоже выбираем, типа, подсвечивать, не подсвечивать, чтобы это все было видно. Масло, бензин, смазка для ножек, вилки у нас тут идет. 70 тысяч километров на мотоцикле. Это, наверное, у нас есть мотоциклисты в чате, как говорится. Ребят, это много для мотоцикла? 70 тысяч или нет? Мне кажется, это дохера. Это прям реально очень много. Так, дроссель, пожалуйста, снимается. Все точно так же, ребят, вообще никаких изменений. Просто нужно к этому привыкнуть. Мы привыкли с вами к автомобилям. Как, мол, типа, это все работает. Режим сборки. Так, а у нас есть что-то типа списка. Замонтируйте деталь. А, вот, да, список покупок. Раз добавили, два добавили. Здесь же мы можем сразу, в принципе, как я понимаю, перейти... Нет, не можем. У нас нет пока что доступа. Видимо, надо это делать через какой-то компьютер. Блин, такая мышка резкая, это просто капец. Сообщение. Потом нажимаем Escape. Ой, все что-то как-то немножечко замудрено, ребятки. Прям очень-очень замудрено. У нас панч-байк. Мы выбираем Роверсон, соответственно. Слушай, прям что-то тут как-то вообще жестко, если честно. Вот они, дроссели у нас идут. Через пробел они у нас покупаются. Неудобный магазин, ребят. Честно признаюсь, магазин неудобный. И очень много нужно лишних действий выполнять. Которые, в принципе, нам по сути дела-то и не нужны, можно так сказать. Это можно было сделать все гораздо быстрее. Мы, видимо, пытались как-то они прям отойти максимально от кар-механика, возможно. Да, не знаю. Но это неправильно. То есть, если делать игры, то делать их в одной стилистике, как мне кажется. Так, дроссели мы поменяли. Далее нам с вами что нужно поменять? Клапан подачи топлива нам с вами необходим. Давайте мы перейдем в режим демонтажа. И попробуем его снять. Сразу нам здесь предлагается слить. Вот в кар-механике последнем нет такой истории. То есть, ты в любом случае, если заранее не слил, так сказать, тебе хана. Просто-напросто. А смотри, мы просто слили топливо и все. По сути дела. Так, режим сборки. Можем тоже это все добавить сюда. Потом опять выходить. Потом где-то нам нужно искать компьютер, которого у нас, как я понимаю, пока еще нет. Открывать правое меню. Потом сообщение. Из сообщения выходить. Заходить в магазин. Выбирать нужный нам байк. Здесь мы пишем клапан подачи топлива. Вот он. Мы его покупаем. Выходим отсюда. Опять же, все это у нас повторяется. Ой, нет, ребята. Это крайне, как мне кажется, недружелюбный интерфейс. Ты привыкнешь к нему. Ты к нему определенно привыкнешь. Но очень много лишних действий, мне кажется. Очень много лишних действий ты выполняешь. Прям реально очень много лишних действий у тебя идет. И привычные вроде бы кнопки нажимаешь. Но в то же время они, ну, слегка как бы уже не то. И у тебя резонанс такой типа че? Так, нам надо фару заднюю. Переходим в режим демонтажа. Она у нас прям в плохом таком состоянии. Так, отлично. Но здесь реально, смотрите, я не вижу, чтобы у нас был под рукой там планшет. Я не вижу, чтобы у нас... А, вот, смотри, каким-то образом я ворвался в магазин. Что это такое? Подожди, я не понимаю. Сообщение. Я по привычному пути пошел. Нам нужна фара. Фара задняя, классика. Вот она вот такая стоит. Можно такую, кстати, поставить. Есть вот такая в идеальном состоянии. Типа тут еще состояние детали с магазина может быть не идеальная. Прикольная игра, прикольная, да? Несколько недружелюбный интерфейс лично для меня. Это, конечно, все вкусовщина лютая, но... Так, отлично. Это мы с вами поменяли. Ну и теперь у нас по факту там что остается-то? У нас остается только техническое, в принципе, обслуживание, да? Перед окном только надо будет пересыпать. Получается, нам что? Нужно будет снять колесо. Чтобы снять колесо, нужно скинуть переднее крыло. Давайте, да, от этого пойдем. Чтобы нам его потом снять, нам нужно выкрутить вот эту переднюю ось. Хорошо, это я понял. Перо вилки у нас... А, ну, в принципе, суппорт можно вытащить отсюда. Все, мы его вытаскиваем. Дальше что? Мы вытаскиваем вилку, соответственно. Я думаю, нам ее не нужно снимать. Хотя нет, нам ее нужно, наверное, снять, скорее всего, эту вилку. Давай, на всякий случай, вытащим. Чтобы она нам не мешала. Здесь вытащим этот зажим. Здесь вытащим вот этот зажим. Так, а что нам еще нужно снять? Я уже, если честно, запутался, что нам нужно снимать. Для того, чтобы снять диск, нам нужно снять это. А для того, чтобы снять это, нам нужно что-то еще снять. А что снять, я не понимаю. А, колодка у нас снимается с этой. Ой, ну вот это вы замудрили, конечно. Вот это замудрено все сделано, ребята. Так, отсюда мы сразу что можем сделать? Обслуживание некое мотоцикло. Ну, это все понятно. Режим сборки. Так, что нам нужно было? Давайте будем посмотреть, что нам необходимо. Надо было список покупок, конечно, составить. Ну, да ладно, попробуем по памяти. Тормозной, так, колодочки. Давайте, в общем-то, возьмем. И тормозной диск нам надо будет поменять. В принципе-то, наверное, вроде бы все. Слушай, вроде бы, вроде бы, вроде бы все. Так, переходим в режим сборки. Тормозной диск переднее. Он у меня почему-то не куплен. То есть, видимо, я его не приобрел, что ли или что. Ну-ка, давай здесь напишем тогда диск. Тормозной диск передней. Странно. Вроде бы мне казалось то, что я его купил. Так, ну, за тупые неизбежные, ребят, поэтому все нормально. Так, ставим передний диск. Его даже, кстати, можно покрасить. Прикольно. Конечно, на базовых уровнях, на первых уровнях, такая ерунда будет везде по ремонтам. Ничего там хорошего ждать не стоит. Так, у нас нет колодки. Нам еще колодка нужна. Йопер, СТ. Магазин. Панчбайкс. Так, колодка. Правая. Они, видите, здесь еще отличаются. То есть, типа, правая, левая, даже в этом плане решили заморочиться. Неплохо, неплохо, неплохо. Хотя, на первый взгляд, чисто я думал, блин, ну что это вообще, типа, за игра такая, да? Вот так вот кажется, на первый взгляд. Блин, какая-то херня, по сути дела. Ну, правда. То есть, типа, ну что здесь может быть сложного, так если подумать. У каждого там был мопед какой-то, я не знаю, что-то в этом роде. Все как-то с ними уживались, что-то пытались там чинить их самостоятельно. Ну, блин. Так, нам нужен суппорт еще передний. Так, так. Суппорт. Суппорт передний. Купили. Простые детали. Берем, не думаю, нам вот эти легендарные детали здесь абсолютно ни к чему. Так, переходим в режим сборки. Переходим вот сюда. Закручиваем два болта. Дальше ось вставляем опять обратно-назад. И все это дело мы фиксируем. Так, вроде все, ничего не забыл. Остается у нас крыло на место поставить. Так, слушай, вроде все. Вроде бы реально все. Вроде бы реально все. Ва, воздушный фильтр у меня еще не поменен, ребята. Воздушный фильтр. А где у мотоцикла вообще воздушные фильтра? Я особо... А, вот крышка воздушного фильтра. Крышка воздушного фильтра. Хорошо, хорошо. Я вас понял. То есть, получается, нам нужно перейти в режим демонтажа. Опять же. Снимаем. У меня мотоцикла, ребят, не было. Поэтому для меня это, ну, своего рода какие-то удивительные вещи здесь происходят. Я как-то остался без этого счастья. Так, так. Здесь мы набираем воздушный. Вот он, 30-ку стоит. Неплохо. Неплохо. Весьма дешево. Такс. И переходим в режим сборки. Закручиваем его. И ставим крышечку. Замечтательно просто. Так, ну, в принципе, все, наверное, да? Да, мы все выполнили. А как нам... А, нам нужно бензин еще заправить. Да ладно. То есть, все настолько здесь. Обслуживание мотоцикла. Ага, через обслуживание все это делается. Я понял. Здесь просто полную капельку нам, наверное, необходимо налить. Как в CMS-ке, здесь нет такого. Так, отмена. Что нам там? Крышку надо обратно поставить, да? А, это нужно в режим сборки. Ой, как сложно. Вот в CMS-е это сделали проще. Там это сделано гораздо проще. Все, завершили. Слушайте, ребят. Ну, в принципе, так, если честно признаться, это реально то же самое, что и Car Mechanic Simulator. Только с мотоциклами. Но с какими-то своими особенностями. Да, где-то может показаться, что... Да, ну, что это такое? Мотоцикл и машина. Это как бы... Мотик-то ясно, понятно, будет попроще. Но нифига. Здесь вот столько мелочей, столько деталей. Все детали какие-то вот мелкие. Вот такие вот прям вот. Ну, вот здесь, мне кажется, будет еще даже сложнее, когда ты будешь какой-нибудь мотик восстанавливать с аукциона, купленный, разбитый. Либо с свалки какой-нибудь будешь мотоцикл собирать. Потому что столько мелких деталей здесь. Это в машине уже как бы более-менее понятно, что куда. Одно без другого там не будет работать. Но вот для тех людей, которые, конечно, шарят в мототеме, для них это... Да. Для них это будет прям просто must-have. Они здесь будут проводить сотни часов, особенно когда мотосезон закрыт. Я думаю, для них это будет отдушина. Ну, в любом случае, ребят, спасибо вам огромное за просмотр. Пишите в комментариях, как игра. Я порекомендовать ее, в принципе, могу, да, действительно, людям, которые так или иначе болеют мототехникой, да. Вот им, ну, вот, ну, хлебом, как говорится, не корми. Дай в мопедах каких-нибудь поковыряться, там, что-нибудь такое с ними поделать. А для тех, кто кар-механик любит, ну, в принципе, немножечко поначалу вы будете вступали, но потом привыкнете. И я думаю, что также уже по накатанной будете механически все это делать абсолютно без каких-либо проблем. И трудностей у вас игра вызывать не будет. Но, в любом случае, она действительно достойна внимания. Это что-то новое, это что-то интересное. Но я, если честно, больше жду какой-нибудь трак-механик-симулятор. Вот там бы я оторвался. Ладно, ребят, спасибо вам всем огромное за внимание. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока и еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok